Привет, друзья! Вы знаете, когда мне изначально сказали по поводу того, что выпустили комиксы, посвященные Крыму, ну его там как-то по-другому называют, то я сказал, ну и ладно, да выпустили и выпустили, ну какая разница, кто-то выпускает там что-то одно, кто-то выпускает что-то другое, кто-то рисует граффити, допустим, или бутылочки раскрашивает, я тоже видел, очень красиво, а кто-то комиксы, ну какая кому разница, но тут оказалось, что намного серьезнее, тогда я понял, что хочу приобрести этот комикс. За протягом кількох тижнів плануется, что на Кабинет Министров выйдет кілька документов ключевых, которые станут для нас уже такой, которые станут фундаментом нашей работы. И она рассказывает, что какие-то ключевые вещи выйдут на Кабмин, и вы думаете, при чем тут это к тому, что я говорил раньше, комикс? А вот это презентация комиксов, состоится презентация комиксов, присутствуют такие серьезные лица, рассказывают, что целая Мининформ-политика, короче. Это две стратегии информационной реинтеграции Крима и Донбасса. Это наша спроба систематизировать информационный направлений и шукать... Они систематизируют, как вы слышите, информационное направление и все такое, ищут какие-то там возможности возврата территорий, но возврат территорий без людей невозможен, поэтому надо воздействовать на умы, и поэтому... Супергерои-представители Киева, Днепра, Донецка и, конечно, полуострова Крым. И поэтому им помогут супергерои. Супергерои прорисованы в комиксе. Отличие супергероев, как... Ну, у каждого народа есть свои особенности. Он что-то так поржал, как-то так, я не знаю, подкалывает или что? И отличие наших супергероев от супергероев Марвела, DC и так далее, в том, что в первую очередь они в своей деятельности работают головой. Мы это проверим сразу же. Работают головой, знаете, мне так вспоминают, головой я ем, к примеру. А уж потом мышцами, своим оружием и своими суперспособностями. Я сначала испугался, подумал, что не дай бог, может, журналистам не интересна презентация комикса. Ну нет, там потом будет показано, что в зале есть журналисты. Да и потом сообщили они об этом, радио Свобода. Ну, короче, все сообщили о том, что комикс. И герои крымско-татарского народа, это Джанике, это Аскер, и это мудрец Мустафа. Тот самый Мустафа, спросите вы, конечно. Мустафа, которым рассказывается в этом, это уже четвертый, кстати, выпуск нашего комикса, Пивострив Кэрем. Четвертый выпуск комикса. Как вы думаете, он выпускается под эгидой Министерства информации? Просто за деньги спонсоров или как? Или вообще, а если за деньги спонсоров, если государство не принимает участие, то почему Министерство информации? И Украина в нашем комиксе, как и вообще в мире, сейчас, каждым днем все больше и больше. Украина становится одним из самых главных центров геополитики, мировой. Ну, вообще центром мира, можно даже сказать так. Мировой. И их задача, чтобы эти артефакты, один, который находится на территории полуострова Крыма, а второй, находится в Украине, чтобы они не попали на территорию враждующего государства. Там есть еще герои, но, в общем, давайте посмотрим комикс. Сразу же начинается драчка. Бш-бш-бш-бш, все махвылы на бою. Хрять! Бах-бах, работают головой. Так. Железнорукие на них напали, короче. А они их всех разбросали, понятно. В общем, разбрасывают они железноруких, а дальше опасно подставляются, потому что вот они обсуждают ведроголовых. Ведроголовых, ну, это какие-то могут возникнуть ассоциации у людей с кастрюлеголовыми, к примеру. А это уже совсем неэтично, даже можно сказать. В общем, дальше они разговаривают о том, почему не пришла проводница. Но оказывается, что проводница здесь. Ту-дун-ту-дун! Хух! Шух! Проводница, по всей видимости, или сестра Майкла Джексона, или крымская татарка, наверное, скорее всего, имеется в виду. Я должен сказать, что, наверное, уже старый для этого комикса, потому что я там несколько раз терялся, когда начинал читать, там, про бластеры, блокбастеры, вот это вот все это, терминологию тяжело было, тяжело было читать. Я все ждал появления старца Джемилева. Короче, там уже такая разгорается любовь-морковь, вот они идут, лошади, вот. И вот они приходят к дому старца. Ничего себе домик! А как, по-твоему, глава хранителей должен жить в лачуге? Нет, конечно, просто впечатлило. Я так понимаю, это сразу же с намеком на то, в каких условиях жил Джемилев на территории полуострова. Но там сразу же, видите, объяснение. А что, глава хранителей должен жить в лачуге? Это же Джемилев. Так, все. Тодинэгаэмо часу! И они куда-то движутся. Мой сын идет с вами. Это не обсуждается. Трансфер будет готов, минут через 40. У меня имеется байк. Так. Ваше могущество. Ага, все! А вот это вот злой гений. Ваше могущество, несмотря на вселе уринцев, артефакты. Это какой-то подлиза, который подлизывается к злому гению. Мы видим уже такой темный профиль. Ваше могущество. А это Лили Путин. Это Лили Путин. Глава Федерации Объединенных Коммун. Ну, они, чтобы его совсем уж унизить, они сделали лицо у него такое в каких-то прыщах. Он и на Сталина похож, и на Путина похож. Эти все еще спорят о чем-то, там куда-то они едут. И ж говорят, бш-бух, какие-то взрывчики. Это показана красота полуострова Керем. Тут понятно. Какие-то диалоги, диалоги, диалоги. Водопад. Через водопад лезть не придется. Колодец высокого уровня. Имеем секреты. Я говорю, тут не суть важна. Я думаю, что все, которые на временно оккупированных территориях, они внимательнее будут читать. И мне, конечно, это намного более интересно. Так, гляньте в чатик какой-то. Хресь-хресь. Бух-бух. Хр-хр. Ребята, вы мне нравитесь. Ну, это они уже разбрасывают, по всей видимости, кастрюли головы. Хряб-хряб. Джж-джж. Так, тренер. Кто тренер Аскера по фехтованию? Но там он будет кричать, что... Так, хватит болтать. Вот. Походу, у заокеанцев он проходил обучение в САТО. Ну, вы поняли, в НАТО, да? Ну, и, в общем, конец истории. На территории Украины. Короче, они ищут артефакты, и вот они уже близки к этим артефактам. А я близок к вопросу. Что это такое было вообще? Вот это для чего это? То есть, или раз, считают всех такими тупорылыми, что они уже не могут даже читать. И им нужно уже просто прорисовывать, чтобы им как бы интереснее было. Но я с трудом себе представляю 40-летнего мужика, допустим, даже если у него трезубец выбит на лбу, что он покупает вот эту вот байду и начинает ее листать, всерьез читать. Там, опа, хрясь-хрясь, бах-бах. Это, то есть, наверное, должны покупать какие-то дети. С другой стороны, неужели детям будет настолько интересно вот это вот, вот это вот листать, читать. Мне создаётся впечатление, что Министерство информации занимается чем-то немножко не тем. И занимается уже очень-очень давно. У меня создаётся такое впечатление, но это, конечно же, как там, впечатление прокремлёвского, да, прокремлёвского блогера, любителя Путина, Лили Путина и всё такое прочее. Ну, а вам, придуркам, лучше знать, наверное, как надо на самом деле возвращать людей, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. Комикс, да, нет?